привет мои дорогие мучачесы камрадосы и девчатасы пошла гулять сегодня вроде бы закончила разбор сыновской квартиры всех коробок свадьба была вчера тоже в общем прошло сюда классно это самое так красиво все оформили вообще до мелочей но это американская традиция вы знаете они там и карточки такие спасибо вам за это собой каждый должен забрать какие там печеньки и какие-то карточки там с памятью и там какие-то наборчики память о нашей свадьбы значит там с родителями был ужин за день до свадьбы в пятницу вечером был ужин с родителями и они значит пришли дали подарки мне и матери жениха на тему ну спасибо за то что вы начать нас родили да и там такой как бы нам они по пледу подарили и она значит платочки такой сделала платочек именной это значит платочек ну такой вот носовой до кружевами отделанный написано что-то тебе платочек за те слезы которые ты пролила когда ты меня выращивала и значит инициалы их и день свадьбы 28 апреля 24 год и все так это вышито на платочки вот такие мелочи которые как бы я бы вообще не стала заморачиваться это здание ребята это спортзал в этих апартаментах где мой сын живет и вот апартаменте бассейн я думаю что он еще не открыт но загорать можно ну как не открыто купаться наверное никто еще не полезет но загорать наверное можно уже вот все это выходит в этот заповедник то есть от сюда начинается заповедник арбор hills и в общем люди как бы здесь живут в такой вот как бы природе да то есть натуральная природа деревья не вырубили в основном оставили как есть и между такими деревьями построили бассейн это игру почему я думаю что его еще не запустили потому что он не нечистый еще то есть я думаю что еще как таковое вы не открыли и там вот дальше вот там вот есть еще джакузи которые и этот это не весь бассейн это только бассейн возле спортзала там у каждого комплекса еще и свой бассейн и у нас свой есть бассейн что еще хотела сказать знаете по поводу сегрегации да вот он говорят что ну вот черные с белыми вот в америке нет сегрегации их не разделяют знаете тут сегрегация происходит автоматически экономически скажем так то есть смотрите вот спортзал да очень красивый шикарный поэтому сторону дешевые апартаменты старые и по ту сторону будут новые апартаменты дорогие где вот у сына квартира да и вот смотрите значит если я пройду по вот это улице с этой стороны я встречу в основном черных людей а если я пойду по улице но с этой стороны где квартира сына там будут в основном белые люди то есть люди разделяются сегрегация происходит само по себе экономически у кого больше денег тоже те живут соответственно более дорогих не бархудах и в более дорогих домах вот видео которое в прошлый раз показывала вам про мусорки дом там был за 2 миллиона доллара там все практически белые живут и там может один дом китайцы и потом в итоге какой-то там в конце концов какой-то черный купил дом может он футболист или баскетболист какой-то но 90 процентов людей которые живут в этом дорогом не бархуде комьюнити вот видите на настоящий лес прямо вот кусты заросли и они в нем вот прорубили вот такую как бы сделали беседочку а там внизу грели можно спуститься и этот погрелить себе вот а здесь они сделали бич волейбол типа пляжный волейбол ребята играют волейбол этот то есть там белый песочек такой мягкий белые основном парнишки играют волейбол а здесь вот можно просто как зона такая пикника пожарить все шлычки просто сидите отдохнуть вообще комплекс конечно очень хороший что хотелось сказать по поводу сегрегации и по поводу цен на жилье меня спрашивали я сейчас значит решила посмотреть что там осталось у сына в апартаментах если пустые квартиры почем они то что написали в комментариях почем цены до посмотрю значит начала смотреть прямо возле сына рядом пустая квартира 1908 однокомнатная квартира однокомнатная в америке имеется ввиду односпальня обан бедрум это не как краснодаре однокомнатная то значит он же зал и спальня и кухня да может у нас сейчас там евродушки называются ли как здесь идет отдельно зал кухня совмещенные а потом отдельно идет спальня с ванной и и и гардероб до включается 782 скверфита по нашим меркам это где-то 70 квадратов 72 квадрата но большая квартира считаю для 1 для 1 спальной опять-таки имейте ввиду что это не однокомнатного односпальная то есть получается зал спальня кухня и ванная и гардероб то есть это большая квартира вот и 1980 ну короче почти что 2000 долларов ряд напротив квартира не рядом с ним всего а напротив это на первом этаже мы говорим там еще есть на четвертом на третьем я их не смотрела обычно обычно там чуть дешевле обычно первый этаж дороже потому что ну во первых двор есть то есть у них на первом тоже тоже у них есть собственный дворик загорожены вот и на собственном дворике ты можешь вынести лежат лежать загорать вот у них здесь тут еще не только спортзал а тоже клуб хаус то есть бирля бильярд есть можно играть бильярд смотрите вот так вот тут где-то был домик вот там вот домик в которой есть джакузи в этом под крышей но тоже по моему не почищены еще вот здесь клуб хаус нужно посидеть телевизор посмотреть отдохнуть камин если мой посидеть такое интересное местечко но тут апартаменты прямо хорошие апартаменты и дальше значит что то что подняли цены потому что когда сын снимал это было начале марта он снимал за 1560 1570 где-то так вот и такую же точно квартиру вот и никаких проблем соответственно не было у него ну я считаю что нормально была цена полторы тысячи с копейками да нормально вот куда наверно вход есть с другой стороны вон это джакузи там а теперь они подняли и такая же точная квартира 2000 долларов стоит но это уже знаете поэтому они стоят пустые потому что это уже стоит дофига дорого вот эти апартаменты тоже более-менее новые на этой стороне как я вам говорила это будут встречаться основном белые люди а на той стороне апартаменты старые будут в основном черные вот вам есть агрегация вот мне нравится то что для собачек вот такие тут как бы в америке привычно что для собак во все время такие стенды стоят везде в парках разных других местах вот мусорка для собачьих какашек а их постоянно чистится тоже не знаю я не ходила много в парках в россии может в россии тоже такие есть в корсандаре может такие есть по красное хожу люди собачками гуляют они свои своими пакетиками приходят оси вижу что люди свои пакеты есть закрыта вообще принципе вот туда заход и там это уже все заповедник вот тут сейчас мы туда спустимся кстати сказать в этот заповедник пройдем вокруг так часто к вспомню где тут спуск знаю что там есть где-то спуск заповедник нужно обойти вокруг есть тоже почему-то убрали я помню что раньше здесь тоже ставили столики и стулья стояли был этот торнадо может унесли чтобы не унесло но вот это вот уже вну конкретно вход в этот презервейшн то есть это вот уже вот все этот лес и вон там озеро какое-то есть речка и когда у меня собачка была жива я приезжала к дочке здесь гуляли когда она здесь жила а потом дальше парни играют же в этот пляжный волейбол и тут есть тропинки между ним принципе люди со всего далласа приезжают в это заповедник а тут получается что ты живешь как бы в лесу сам по себе смотрите тут речка в ручеек такой стрим такой идет как бы так надеюсь то что слышно меня будет и вот так можно раз по тропинке и идти гулять но я бы сейчас не ходила сама дело идет к закату то что кто знает какие тут придурков нету ты реально в лесу вроде как ты в апартаменты тут прямо да вот так а тут же раз шаг туда и ты в лесу находишься я все время раньше бы не боялась гулять и собачка ходила выход есть немножко пройдемся а сейчас вы знаете я бы уже под боялась когда столько нелегала в эти стол почему-то тут это стол который должен был быть вот там на патио то есть либо и стулья либо какие-то придурки бросили либо это менеджмент их спустил потому что вот торнадо были может быть менеджмент их спустил почему стол со здесь посреди дороги непонятно но там стулья стоят под этим деком стоит балкона под балконом или дек мы называем и мне здесь всегда нравилось потому что здесь конкретно вот природа мне чем нравится в оклахоме дата дача наша то что там ну реально прямо лес такой до горы то есть все серьезно зашел туда в глубину там уже лес из зверей не знал кто водится наверно каюты водятся я бы не удивилась если вы каюты водились знаете это точно и уже кизайцы не до техас это нетипично почему сюда все сижаются здесь много вот таких ручейков подземных и они такие речушки крики называется крик такие маленькие речушки сбиваются вот и из этих ручейков уже такая довольно чистая вода бежит и вдоль нее растут деревья чуть чуть дальше вы отойдете от этих речушек все уже но обычно сухая вот видите вот у них на деке здесь стоит мебель вот и на той должно было вот так стоять видимо из-за ветра они убрали и назад не поставили еще вот тут идет эта речка ну тут она такая достаточно загрязнена загрязненная обычно у них не знаю почему не следят честно пройдем немножко раньше за время собака тут везде ходила гуляла вы слышите шум речки вода чистая единственное что сюда летит всякий мусор он не фильтруется вот но зато вдоль этого ручья растут вот такие вот деревья опять-таки говорю для техаса любое дерево на весь золото вот видите я люблю такие дела на те что натуральный балл стрим какой-то натуральный натуральная ручей на какой-нибудь натуральный тек поэтому здесь вот такой как бы заросли и это для техаса не ноте не типично особенно для далоста где в основном такие сухие места сюда народ просто как неуменяемый со всего города сижаются со всех закоулков чтоб просто погулять вот там вот по лесу там есть тропинки всякие такие разные и подышать вот этим свежим воздухом деревьев некоторые бывают аллергия на эти весенние всякие цветения кстати очень сыро что-то тут полезла а тут видно что потоки видимо текли очень приличные то что прошли больше ста торнадо за выходные вот сегодня понедельник смотрите с пятницы были торнадо сначала прошли на небраску на оклахому не на небраску пошли сначала на алабаму на хайо а потом субботы ночью на воскресенье у нас тут тоже так гремело такой грохот стоял молнии сверкали все они сказали мы мандалласа прошло на оклахому там разрушила целый городок сульфур называется вот и что я вам хочу сказать то что погибло четыре человека на данный момент известно то что четыре человека погибло там еще их раскапывают как бы дома может еще больше есть жертв вот тут тоже озеро вот и такого дождливого апреля и такой дождливой весны я тоже не припомню давно что все до хранилища переполнены вот все кустится такое впечатление что не техас ребята я не знаю флорида какая-то какие-то дожди идут какие-то громомолнии торнадо кругу и все это дело значит ну попадают в почву соответственно вот среди озера как у полно тоже я помню было время когда-то озеро еле-еле там лужа была какая-то а тут прям полное озеро и а тропинка вот так идет туда и можно по тропинке попасть в этот заповедник это все же территория заповедника жаба никого как небо сегодня чисто самолет вон летит какой-то еще кстати знаете бывает иногда рассказывают про химтрейлы вот химтрейлы везде химтрейлы я не знала сколько живу в техасе в жизни не видела никаких химтрейлов муж они где-то же где-то находятся у техасе я химтрейла не видела никаких никогда но тоже для собачки видите а машина разбитая стоит у мужика видно даже нету денег ее ремонтировать где деньгами здесь ребята плохо сейчас он тоже на реке я такого не помню чтобы столько машин побитых я еще посмотрите мое видео где я ходила магазин и рассказывала про то что закрыты бизнесы по мне тоже показываю что машина впереди меня едет тут такая вот разбитая вся и не ремонтируется если машин не ремонтируют это говорит о том что ну как страховка автомобильная она не покрывает полностью всю стоимость она покрывает вам нужно заплатить так называемый дедактабл дедактабл это вычет из вашего кармана то есть сначала вы заплатите эту сумму а потом страховкам покроют покроет разницу и чем меньше это же выплаченная сумма тем больше чем дороже будет страховка ну например вы можете выплатить 1000 долларов своего кармана произошел и произошла авария и этот дедактабл это то сколько вы должны заплатить сразу и например вы говорите ну я хочу ничего не платить ноль плачу пускай страховка платит все за меня страховка будет ну то вам будет например 500 600 долларов на одну машину в месяц стоить вы такие то что-то дороговато мне 500 600 долларов в месяц дайте-ка подешевле давайте допустим какие варианты они скажут ну например 500 долларов из кармана вытаскиваете 500 долларов хорошо сколько будет они на килограмм 350 400 будет в месяц они такие у мучу то как-то дорого давайте еще дешевле на хорошо 1000 долларов в месяц в 1000 долларов вы выплачиваете в случае аварии своего кармана то есть 1000 долларов у вас должна быть наличная чтобы вытащили с кармана и платили этот незамый дедакта был то есть ваш вычет из вашего кармана остального платить страховка а некоторые люди не состоянии этого позволить они говорят например там 2000 лет без половиной тысячи долларов дедакта был то есть страховка будет еще дешевле например допустим 200 долларов в месяц может может 150 долларов зависимости от модели естественно чем дороже машина тем дороже страховка чем дешевле старше машина тем дешевле страховка вот допустим договорились что допустим 2000 долларов мы выплачиваем случае аварии вот авария произошла вот видели вот две машины побитые стоят до этого если страховка говорит но сначала вы заплатите 2000 долларов а потом мы остальное заплатим на ремонт вашей машины а у них например не тут 2000 долларов чтобы заплатить америке такую может быть потому что по статистике написано 70 процентов населения живет от зарплаты до зарплаты то есть у них нет вообще этот сэйвингов сэйвинг это ну когда у вас на счету сбережения вот на сберегательном счету нету денег да вот это все мы идем вдоль этого заповедника вот эти мусорки ребята это для ресайклинг то есть вы приносите сюда пустые коробки бумагу тару и это все увозится на переработку я не перестану говорить за эти мусорки в таки если вы переезжаете куда-то и вам нужны коробки иногда может и не стоит покупать и коробки очень дорогие такая одна коробка в ходе по стоит 2 доллара 2-3 доллара стоит такая коробка то есть иногда люди которые сюда приехали они сюда сбросили люди которые будут уезжать и нужны коробки они придут вечером наберут пустых коробок по-моему кстати был больше ненера мокрый мы кроватым вот а так кидается все в это сюда если переполнено они просто положат ряда покладут но машина приедет видите здесь что входит картонки пластиковые бутылки обычно бумага алюминиевые банки и мне говорят почему не это самое не сортируют они сортируют потому тоже какие-то просто ну банки не влезут туда только через крышу если бросить могли быть бросить через крышу но я бы наверно не достала крыша закрыта то есть банки они оставляются такие крупные молки мелкие можно кинуть вот а картона почему я думаю не убрали потому что как я говорю это люди которые приехали распаковались они здесь положили очень дорогие коробки эти коробки реально дорогие игру это над к маленькая наверно самая это large вот такая баннер доллар атрибут стоить а если такие по еще покрупнее чем вот и 5 долларов стоит за коробку вот и люди которые будут уезжать и между того чтобы эти магазин купить я не могут прийти просто забрать эти коробки бесплатно что я считаю просто небесах сразу же долларов под 100 сахара вот вывод кучку это на 100 долларов можно набрать спокойно этих коробок здесь и вот они могут просто сохранить деньги кому нужны коробки жалко что мне не надо мы свои только распаковали вот а свое время когда искал сына искала паковать и надо было платить покупать дорога эти коробки вот это все заповедник это вот здесь уже тоже дорогие апартаменты в эту сторону и вот те новые апартаменты там вот кирпичные вот поэтому вот игры сегрегация происходит таким путем то есть дороже апартаменты новее там живут люди по богаче и есть апартаменты постарее там люди и люди живут попроще и смотрите модели машины такие уж прямо зашибись машины у меня вокруг дома в краснодаре когда я прохожу гораздо круче машины чем здесь это шевролеты старые то сколько мне таким шевролета за все время пока я проходила может я нашла одну теслу один lexus какой-то все остальное такое знаете honda honda дает и доджи какие-нибудь шевролеты такие старые машины ну вы видите да даже вот этот китайские машины очень симпатичные корсандары они разноцветные они новые на них вот такие новые фары вот смотрите ну старе он увидит же что уже люди ездят на этих машинах не один год он lexus уже такой старый то есть люди сейчас в америке не кидаются покупать машины новые это уже знаете не до жиру они видны счастливы что они могут платить за свою старую машину насколько цены выросли на питание на услуги люди не состоянии просто платить вот и слава богу вот эти апартаменты вот еще видите по типичной американке такие они есть толстухи вот это слава богу что эти апартаменты еще не состоянии этот содержать нормально этот комплекс поэтому цены квартиры извините на на спальню 2000 долларов техасе даже то не в центр дала совершенно окраине 2000 долларов то моему сыну просто повезло не сказано что он успел этот ее взять за полторы там тысячи с копейками то что две тысячи чё сдурели что с марта в марте значит было в начале полторы в начале этот конце апреля уже 2000 за 1 1 спальню что за прикол вообще вот мы такие старенькие машинки вот мы такой наш депрессию навевает когда я прохожу мимо этих машин я вижу что реально машины старые было время когда вот так можно было пойти гулять и очень много было новых машин прям видно что они только-только с салона ну уже это не то время уже такого ребята нету я раньше не замечала пока в россии не поехала а когда уже поехала в россию начала замечать что в россии то я вижу постоянно прямо новые классные машины эти прямо знаете видно что прям салон аж пахнет еще кожей и таких много машину а здесь я вот хожу и такое все тут для собачек парк собачки бегают обычно здесь гуляют ну это греоги на звучках и все у них вот это вот садинга вот таким сделано это виниловый сайдинг любой хороший торнадо эти то тут кирпичом это дело на а дальше сайдинг если какой то есть это не дом с построен из кирпича это весь дом сзади видеть и садин он во-первых нагревается во время лета летом здесь бывают 50 и за 50 жара это сейчас вот так хорошо идти гулять ветерок свежий дует этот конец апреля но летом вот это все раскаляется жара нереально в этих сайдинговых домах просто кошмар а кирпичом вы видите это поверх только в пол кирпича отделка вот этот видеть этот док-парк вот собачка гуляет такое халюся собачка наш не гулял здесь потому что наш был с большими яйцами он кидался на всех собак вот видите то есть часть дома отдела на кирпичу в пол кирпича остального вот садин это уже дешевые апартаменты тоже сегрегация это подороже вот эти вот где сын у меня в новых не самые дорогие за самые новые апартаменты ну хотя бы следят правда трава какая-то с проплешинами ну бог с ним по крайней мере мусорки я лежу чистый собачьи почищенного насчет собачку вывели и аллей кого такая деревьями видите тут как бы это эти сторону от этой вот заповедника где мы были и все деревья уже здесь такие редкости их надо выращивать отдельно ухаживать а там они дикорастущие деревья потому что там ручьи текут и там где ручьи там естественно все нормально растет а это все деревья искусственно насажены которые нужно за ними ухаживать сейчас мы пойдем домой в общем я рада шепочки закончила сыном теперь надо ехать на ранчо надо ехать в оклахому на дачу там проверять что там как там торнадо пошел туда и соседний город как я сказала сульфур вообще разнесло и 5 4 человека погибло но говорят что вроде бы пятеро пропала то есть один человек под вопросом один из них был ребенок четырехмесячный очень печально потому что ребята сказка неф-ниф-нуф-нуф и наф-наф она была придумана для чего-то понимаете для чего-то на строить дома нормально они вот это вот это все взрывной палок а потом удивляются как торнадо пришел боже мой а торнадо только ухудшаются знаете интенсивность ухудшается сказали такой были силы торнадо которых нет ну не было еще в истории вот так они сказали такой силы торнадо не было в истории еще вот этого места в это в оклахома небраска люди были не готовы поэтому их так и смело по полной программе потому что они уже никто не был готов такому повороту событий вот а для того чтобы быть готовым повороту событий нужно строить как в россии строится из камня или двойной кирпич или бетон или шлагобетон это все называется дорого дорого богата да или дорого небогата тем не менее такого такие домики с вот таких вот сайдингов за мной палок будут по 400 тысяч потом не скажут это не потому они строят такие дома потому что мне надо америке то не надо такие дома строить крепкие и просто людям нравится строить такие вшивые дома нет ребят это не потому что им нравится строить живые дома это потому что если до дом из фанеры полмиллиона стоит это представьте сколько будет стоить дом из допустим газобетон или пенобетона либо двойного кирпича это уже будет гораздо выше миллиона а то дома который сейчас по миллиону они будут стоить 2-3 миллиона это не столько столько стоит материалы дорогие из дорога стоит это все дело ребята сестроить сейчас я зайду в город наш сейчас надо включить гриль не будем сейчас привить цепленка поэтому такой дорогой здесь дорогие здесь такие квартиры потому что здесь классно местечко вот так вот всем всем пока до встречи